СПЕКТАКЛЬ «Жизнь без сна» по повести Владимира Высоцкого не новый для коллектива творческого объединения «Искра» и для Юрия Визанкина, режиссера постановки. Спектакль возродился спустя шесть лет, не потеряв при этом своей актуальности, ибо вопрос «Жить или быть» – вопрос, возникший не сегодня. Ну разве не самоочевиден ответ? Наверное, да. Но где гарантии того, что завтра нас не объявят сумасшедшими и не облачат смирительные рубахи? А глаз «Я не хочу спать» не останется глазом бопиющего в пустыне. В общем, сюжет со стажем. Что заговорил? Вы, мол, вверх по лестнице к выздоровлению, то есть. А наш удел катится дальше вниз. Что ж вам? Внизу первое отделение буйное. Нам туда не надо. Но нам и на месте не надо. Там всякое отделение. Женское. Тоже буйное. Хочете наверх? Пожалуйста. Только не рекомендуйте. Оттуда никто же будет. Не возвращаться. Перед зрителем предстает странный, но узнаваемый мир сумасшедшего дома, где трагедии и фарсках в жизни существуют рядом, где одновременно смешно и страшно, и где зритель непременно должен принять условия игры в сумасшествие. Что происходит в этом зале? Блаженный идиотизм? Полный абсурд? Или это норма? Наверное, это все... Так, микрофончик, да? Наверное, это все-таки норма. То есть мы попытались рассказать о том, как мы живем. Вернее, как мы себя чувствуем в этой жизни. Это наши чувства. Может быть, даже не мысли, а наши чувства. Если, конечно, это получилось. Сегодня, по крайней мере. Но мне бы очень сильно хотелось, чтобы в итоге получилось... Получился бы чувственный очень такой спектакль. Все люди крутятся вот в этом всем. И вот эта безысходность какая-то, вот эта грязь, это все вот здесь. Это никакой не абсурд, это все реальность. Ну, совершенно такая реальная жизнь. Просто, может, она показана через там психдом или что? Ну, там тоже такие же люди. Это просто через зеркало сумасшедшего дома показана наша реальная жизнь, в которой мы сами живем. Мы те же самые люди. Все эти герои наши, это в жизни их целая куча таких. Ездят с нами в автобусах, в трамвае, в троллейбусах. И вот лично для меня, и последний, вот говорю последний, лично для меня все это в одной фразе сконцентрировалось. Люди. Ну что? Ну что? Ну что? Ну что? Продолжение следует...